И черные стоят на двух последних видах. Выглядит жутковато. Да. Ну вот сейчас должен Борис принять непростое решение. И он задумался, задумался очень серьезно. Потому что есть о чем. Времени мало и нельзя сказать, что так уж прямо решение просится. Ну не знаю, есть ход, который с одной стороны кажется, что ничего не портит. А с другой стороны, насколько он осмысленный. Пока Б6 все-таки чуть менее обязывающий, чем А5. Ну слон Д3. Спокойная реакция идет слон ДТИ. И уже висит пешка на Е6. Ну конь Ф8 просто, я не знаю. Не может быть. Здесь сыграть Е5. Ну может быть, да. Ничего не проявить. Ход сделан тем временем Борисом. По-моему, он конь Ф8 пошел. Конь Д7, Ф8. Конь Д7, Ф8. Да. Это уже определенное признание того, что черные не решили дебютных проблем. И будут защищаться в существенном худшем положении. Но, тем не менее, конечно, ресурсы не исчерпаны. Ну конечно, да. Но у белых перевес. У белых перевес. Мы можем это констатировать с полной ясностью. Да. И, конечно, эта позиция, то есть, что называется, ход Ф6 выглядел активно. А в итоге получилась позиция значительно более пассивная, чем та, которая получается в основном варианте после Б6, А5, слона А6 и так далее. Да, безусловно. Ну и я говорю, что вот то, что я рассказывал, пугал всех гражданинам на С8. Вот полюбуйтесь. Вот во всей красе. Вот то, что называется плохой слон. Ну да, но, кстати, я начинаю думать о том, что, может быть, здесь есть, так сказать, другая идея игры, что, может быть, на слон Д3 надо просто отдавать какую-то пешку и после Е5, не знаю, чем бить, играть слон Ж4 и рассчитывать на какую-то там контр-игру. Ой, о чём ты? ФЕ. Нет, ну давай ФЕ я побью. А там Е6, что ли, будет? Хотя ДЕ, слон Ж4, конь Д4 выглядит тоже страшно. Там на Е5 может съем, да, после конь Д4. Почему? У нас всё защищено. Да и давай ДЕ, слон Ж4, конь Д4. Уж больно поляна красивая. Поле очень хорошее, да. Нет, нет, нет. Тут придётся страдать. Нет, про Е5 мы в этой партии уже, пока ветер не переменится, забыли. Конь Д4. Нет, это... Ну да, это бред полный, потому что с таким конём. Хоть ФЕ, хоть ладья бьет И5, как угодно. Да, 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 как угодно. Ну да, значит, если идей... Ну, Александр ещё не пошёл слон Д3, может он найдёт ещё что-то более привлекательное. Или, например, выведет слона на Д1 с тем, чтобы построить батарею не ферзь слона, а слон ферзь там, да. То есть ты имеешь в виду, что через слона С2 слона через Д1 вести удобнее, чем через Д3? Ну, не знаю, нет, не имею такого... Потому что думаю, что на Б3 слону делать особо нечего. Ну, может быть, при случае Ф5 и конь Д5 также продавить. Но так или иначе, да, сейчас Александр, очевидно, выведет куда-то своего белопольного слона и будет наслаждаться всеми плюсами своей позиции, а чёрные перешли к тяжёлой и пассивной обороне. И в данный момент, вот уже наконец-то, не боясь сглазить, могу сказать, что никакой ничьей до 20-го хода сегодня не будет. Нет, нет, будет полноценная борьба, конечно, да. То есть трудно представить, что здесь Александр должен подставить, учитывая, что это его последняя белая партия. Что он должен здесь подставить, чтобы разочароваться в жизни и предложить 20-му ходу ничью, мне как-то не представляется возможно. У белых устойчивый перевес, и они будут давить.